Да, ну в принципе мы осветили все темы, которые у нас были заявлены. Может быть у вас есть какие-то вопросы ко мне, о чем вы хотели бы сами поговорить еще дополнительно какие-то темы? Давайте про меритократию, давайте про меритократию. Узнаем, что такое я снова тысячу раз меритократию поезжу, да? Правильно ли я понимаю, что такое меритократия? Слушайте, у меня, по-моему, где-то 10 роликов на ютубе, где я... Я видел их все, я видел их все, я хочу... Слушай, ну если вы уже их видели все, может быть у вас какие-то вопросы возникли на основании. Да, и где же, а где-нибудь в мире было такое, чтобы в рамках политической системы какой-нибудь страны принцип меритократии, именно вот отбора вот такого вот сферического, то есть в любой сфере, как я понял, ну например в медицине, медики сами отбирают... Ну да. С лучшего, ну не лучшего, тех управленцев, допустим, кто будет ими управлять, правильно? Правильно. Нет. Нет, а как? Медики не выпирают управленцев. В рамках... В рамках врачей. Ну да, да, то есть там есть определенные критерии, компетенции в плане, типа хороший хирург, плохой хирург, да, то есть хороший хирург, это хирург, который обладает определенным набором навыков. Медик в структуре медицинского учреждения и администратор в структуре медицинского учреждения, это не одно и то же, да, то есть, грубо говоря, какой-нибудь талантливый... Талантливый министр здравоохранения, это не обязательно тот, кто является медиком по образованию. Или, например, там хороший менеджер или там хороший директор, который умеет грамотно организовать деятельность врачей в клинике, да, это прежде всего хороший именно администратор и специалист в области человеческих ресурсов, да. То есть он сам не обязательно может быть каким-то там хирургом, медиком и так далее. То есть ему важно понимать, как больница работает, как именно такая административная единица, да, как вот люди должны взаимодействовать. Но при этом он не обязательно сам прошел все ступени от там, не знаю, младшего медбрата до там врача и так далее. То есть не обязательно он умеет там скальпель держать и так далее. Правильно, правильно, ну неудачный пример в данном случае. Ему это не нужно. Не, не, наоборот, пример удачный в том плане, что я могу отвечая на это. Просто хочу на политику перейти. Вопрос, так я про политику-то и говорю сейчас. Вот, это хороший вопрос в том смысле, что он мне позволяет раскрыть мою мысль, отвечая на него. Так, да, в чем вопрос-то был изначально? Так вот, я хотел узнать, а в политике-то как это все организуется? Просто была ли какая-нибудь такая система, которая вот была более-менее похожа на такое миротократическое устройство, где выбор, с одной стороны, велся не монархическими средствами, там или нет, там не от отца к сыну. Почему не от отца к сыну? Потому что это как-то вот не меритократично получится, нет? Почему это меритократично? Ну ты в Сингапуре так был, по сути. Ну в Сингапуре от отца к сыну, собственно. Да, это меритократично. А что в этом не меритократично? Понимаете, в чем дело? Это монархично, потому что, да, вот люди в части тоже говорят монархично. Ну да, ну так а в чем проблема, как бы, я не вижу проблемы. Сфера никого не отбирает в данном случае, просто берется сын. Ну да. Ну конечно, если он лучший. Не-не-не, не в этом дело. Дело в том, что, смотрите, если вы монарх, да, то страна, она принадлежит, как бы, она является вашей собственностью. То есть, вот, допустим, ну смотрите, у вас есть квартира, да, допустим, и у вас есть сын. Кому после смерти эта квартира достанется? Народу. Какому, блядь, народу? У вас есть квартира и сын. В этом уравнении нету коммунистического народа. В условиях задачи нет коммунистического народа. Смотрите, имущество передается по наследству, и вы вправе, любое имущество, да, любую принадлежащую вам вещь отписать тому, кому вы хотите ее отписать. А что в этого меритократично? Ну, допустим, мы можем передавать власть так. Как это, почему это меритократия? Ну, блядь, это права собственности, как бы. Если у вас есть собственность, если у вас есть возможность распоряжаться своим имуществом так, как вы хотите, а не так, как вам это кто-то навязал, это, блядь, и есть меритократия. Потому что отсутствие меритократии, это как раз то, когда вы не можете распоряжаться своей собственностью так, как вы хотите. В том числе, это один из аспектов. Блин, я просто не знаю, так понимаете, в таком обычном дискурсе меридократия выступает как классно лучше. Нет, ну вообще, на самом деле, я понимаю, да, я пытаюсь вас сейчас запутать. То есть, так как в Китае обычно просто было, ну, например, там чиновники выбирались по определенным экзаменам, например. Там что-то вот более-менее такое, ну, не полностью меридократичное было, потому что там империя значительную часть времени была. Во-первых, там не было империи значительную часть времени, как бы в масштабах того, что мы сейчас Китаем называли, называем этой империей. Она не включала в себя все те территории, которые сейчас в КНР входят, например. Смотрите, есть определенные исторические примеры обществ, которые даже не на уровне моей риторики, а в принципе, конвенционально их принято называть меридократиями. Это царство Сун в Древнем Китае, где вот как раз вот эта система экзаменов, она больше была внедрена. Это современный Сингапур. А в истории России элементы меридократии – это табель о рангах, который вот Петром Великим был введен. Все, вот от этого мы можем плясать, да. То есть, можно, конечно, сказать, что, допустим, там в Сингапуре нет меридократии, да, или, допустим, там в Советском Союзе не было социализма. Но, учитывая то, как они понимали социализм в Сингапуре, и то, что это было их как бы внутреннее представление о своем собственном режиме, и важная часть их идеологии, да, то есть то, как они себя позиционировали. То есть, они как меридократы себя позиционировали? Мы, 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 нет, они себя позиционируют как коммунисты, мы сейчас про Советский Союз говорим. Понял, да. Вот. Да, простите. Светите за руками, да. Про Сингапур, да, давайте. Вот, а в случае с Сингапуром у них официально прописано, что, ну, как бы, меридократия – это важная часть их идеологии правящей партии. Хорошо. Вот, и, ну, это реализовано. То есть, можно, конечно, говорить, что это, ну, это неправильная меридократия, но тогда получается, что мы их, реально существующее общество, критикуем с позиции некой абстрактной манифантазии в сферическом вакууме. Да, что там настоящая меридократия, она только у меня в голове, там, да, а вот больше ее нигде нету. Но это не очень продуктивно и вообще не, как сказать, это не особо имеет смысл такую позицию занимать. Почему? Потому что, ну, точно так же можно раскритиковать и эту позицию, сказать, что там у тебя в голове не истинная меридократия, а что-то другое. Я вот, например, когда, я помню, мне заказали ролик Светова, где Светов, ему там задали вопрос про Ежа-Сармата и меридократию, и Светов, он начал там, значит, размахивать руками, там, кричать, что меридократия невозможна, потому что цари-философы, там, значит, они не придут к власти, их не существует. Ну, просто у бывателя такое представление меридократии. Не бывает, значит, да, этих объективных критериев, по которым люди оценивают, там, могут быть люди оценены. Ну, я давно понял, что вы не об этом вообще говорите. А я смотрю, так никто не об этом, в том-то и дело, что ни один из носителей меридократии... Почему все обыватели думают, что... Обыватели могут думать, что угодно, это вообще никакой роли не играет, но я удивил, я смотрел на это, я думал, господи, какой же Светов идиот, потому что где, где, в какой книге он просчитал про то, что меридократия, она про цари-философов и про объективные критерии. Государство Платон. Это вообще неправильно, это даже никто, я никогда в жизни не апеллировал вообще к таким понятиям. Да, если вас послушать, это понятно. Здесь все с вами в этом... Какая-то полная хуйня, потому что не бывает, понятно, что не бывает никаких объективных критериев оценки, но так речь-то и не об этом, они не нужны никакие объективные. Даже если бы они были, эти объективные критерии оценки, даже если бы они существовали, их не к чему было бы применить, потому что каждый из институтов, которые в обществе существуют, он, собственно, имеет селективные механизмы. То есть там как бы оцениваются те профессиональные компетенции, которые ты умеешь, которые необходимы конкретно для данной социальной страты или для данного общественного института. Да, то есть и оценка, она, конечно, не идется объективно, потому что, блядь, ничего объективного в этом смысле в человеческом обществе вообще не бывает, потому что не бывает в человеческом обществе ничего идеального. Поэтому вот эта критика, это вообще самое идиотское, самое нелепое штука, можно придумать в принципе. И мне, ну, то есть я удивляюсь, как человек, который, там, не знаю, вроде умеет читать, писать и может, там, в принципе, загуглить, там, я не знаю, прочитать. Может видео посмотреть человека, которого он критикует. Да, посмотреть видео, но на это я даже не претендую, потому что, скорее всего, он заблудится в огромном количестве моего контента. Там есть видео буквально на 5 минут в паблике просто даже. Скорее всего, даже если он это видео посмотрит, он все равно нихуя не поймет. Вот, но просто я удивляюсь настолько вот, насколько у людей в принципе, то есть это даже не, как сказать, это даже не критика, там, битва с соломенным чучелом, который сам человек соорудил. А этот человек даже вот, ну, то есть он даже не удосужился создать нормальное соломенное чучело, чтобы с ним же, блядь, и спорить. Поэтому, ну, это полная хуйня, конечно. Ну, люди просто хотят увидеть в меритократии там такой же проект социальный, как, например, в коммунизме, в библиотерарстве. Да, да, да. Просто, по-вашему, он просто уже существует. Это, в принципе, такое хорошее, нормально устроенное общество, в котором все работает. Да, и причем, кстати, нет гарантии, нет гарантии, что в меритократическом обществе, там, допустим, уровень жизни и, в принципе, там, социальное, там, в целом благополучие, оно будет лучше, чем в обществе немеритократическом. Почему? Потому что, ну, меритократия – это что такое? Это то, как социальные институты существующие существуют, функционируют относительно тех собственных механизмов внутренних селекций, которые они выработали. Но это вовсе не означает, что эти социальные институты, они сами по себе хорошие. То есть, грубо говоря, если какой-то абориген африканский сидит, там, не знаю, в хижине, да, и он там нормально, там, я не знаю, из глины делает там какие-нибудь кувшины, и при этом на него негативно не влияет, там, ни коррупция, ни организованная преступность, ни демократические предрассудки, то есть, вот, три основных негативных фактора, которые призваны меритократии оккупировать, вот, то это вовсе не значит, что уровень жизни этого африканского аборигена, он будет лучше, чем человека, который живет в немеритократическом обществе, где есть и коррупция, и организованная преступность, и демократические предрассудки. Но сами институты социальные, они там функционируют на порядок лучше, чем в Африке. Потому что у них там есть, допустим, водопровод, медицина, электричество и там еще какие-то всякие вещи. Поэтому, я не знаю, представить меритократию как проект Джака Фреско или как коммунизм какой-то, ну это очень странно. Особенно учитывая, что в случае с коммунизмом, допустим, мы можем говорить о какой-то серьезной теоретической базе. Что были философы коммунисты, были политики коммунисты. Ну как были они? Есть, да. И они воплощали всякие там социальные проекты. То есть они сначала их теоретически там, значит, прорабатывали, как это все должно выглядеть. Потом они, значит, что-то строили. Потом они пытались теорию адаптировать к тому, что они построили. Это вот книга очень смешная есть, которую Сталин написал. Называется «Экономические проблемы социализма в СССР». И там прям такая диалектика такая, что типа, ну как бы у нас социализм, но при этом у нас вот есть и деньги и все, блядь, все, что по социализме быть не должно, но у нас социализм, потому что мы существуем в условиях враждебного капиталистического окружения и так далее. То есть там просто ментальная гимнастика, уровень бог. Вот. А в случае с меритократией-то этого нельзя сказать, потому что меритократия это абстрактнейшее понятие. И в принципе политики в широком спектре, вот там в России, если мы берем от Кургиняна до Навального, они все себя называют меритократами и все считают, что меритократия как бы это заебись. Ну то есть, допустим, Навальный, он считает, что в США меритократия, а Кургинян убежден, что в Советском Союзе была меритократия. Но проблема в том, что конвенциональное, если мы мнение берем, да, то есть мы не берем сейчас частные представления Ежа Сармата, Кургиняна и там Навального о том, что такое меритократия. Если мы посмотрим вот чисто конвенционально, то режим меритократический это Сингапур, а политик, лидер, значит, политический меритократ, это Лик Ван Ю. Все, как бы, вот, вот, конвенциональное мнение, оно сходится к этому. Так, а кто предложил вообще изначально теорию, так скажем, меритократии? Да, конечно, нет меритократической теории в том числе. Откуда она появилась? Ее не существует. Почему они говорят? Она еще не появилась даже, ее нет. А почему она лежит в основании Сингапурных государств? Это как четвертая политическая теория Дугина, как бы ее... Как скрытый имам 13-й. Понятие, понятие, просто есть понятие меритократии, да, есть понятие, есть, как бы, понятие... Просто его обычно относят только с Сингапуром и с некоторыми какими-то другими вещами. В большей степени, в большей степени, это спектр, на самом деле, это вот как демократия, да, мы не можем говорить об абсолютной демократии, мы можем говорить, что вот есть общество, где больше демократии, а есть общество, где меньше демократии и больше авторитаризма. То же самое и авторитаризм. Мы не можем говорить об абсолютном авторитаризме в сферическом вакууме. Мы можем говорить о широком спектре обществ, где больше авторитаризма, а где его меньше в каких-то других обществах. То же самое меритократия. В принципе, в любом обществе в той или иной степени есть какие-то социальные лифты, какая-то ротация и какие-то способы определения профессиональной компетенции. Но есть общество, где это лучше функционирует за счет того, что там меньше коррупции, организованной преступности и демократии. А есть общество, где это хуевее функционирует именно за счет того, что есть некие внешние факторы, которые влияют на деятельность данного социального института или совокупность социальных институтов. И поэтому вот эти лифты социальной мобильности, они там просто хуже работают. Вот в чем дело. То есть Сингапур почему мы выделяем? Я, кстати, об этом говорил в интервью, когда я давал интервью этому националисту с канала «Русский интерес». То есть я ему говорил, что есть просто общество, где больше меритократии, есть общество, где меньше меритократии. И это все связано с тем, что насколько в том или ином обществе купируются те негативные факторы, которые отрицательно влияют на протекание механизмов внутри известных нам социальных институтов. То есть отличие сингапурской модели от остальных моделей только в том, что в Сингапуре они, во-первых, победили коррупцию, ну точнее минимизировали ее. Понятно, в человеческом обществе нельзя... Они жестко с ней воевали. Да, да, да. Очень жестко с ней воевали. Второе, у них нет демократии. То есть они, по сути, де-факто отказались от демократической модели. Хотя формально они сохраняют ее. Формально это республика, там какие-то выборы. Хотя на самом деле там нет выборов. Но не суть. И третье, это организованная преступность. Потому что китайское общество изначально было очень коррумпированным. Там власть колоссально имели триады. Но Ли Кван Ю сделал ход конем. Потому что просто в какой-то момент одна триада победила все остальные и пришла к власти. Ну потому что изначально Гарри Ли, потом он взял себе псевдоним Ли Кван Ю. Хотя китайский язык он учил в зрелом возрасте уже. Он такой же китаец, как мы с вами. У него отец Хак Ка, а мать Перуна Канка. То есть он даже не китаец. Шикарно. Да. Он был адвокатом, который работал на триады. Потому что он представлял интересы. Ну то есть он на профсоюзы работал. А профсоюзы тогда, в тот период, вот в этом регионе Юго-Восточной Азии, они были либо под марксистами маоистского толка, либо под триадами. Да. То есть организованная преступность, она контролировала профсоюзы. Кстати, в этом фильме «Ирландец» это хорошо показано. Но там, собственно, итальянская и ирландская мафия, она профсоюзы курировала. Ну и просто потом там была партия, вот эта социалистическая, которая называлась People Action Party, такая маоистская партия, которая хотела там революцию поднять и так далее. Руководство этой партии посадили в тюрьму. И Гарри Ли, он воспользовался этим. И вот эта группа британских технократов, которая получила образование в Англии, там был, собственно, сам Гарри Ли, там было несколько людей китайского и индийского происхождения. Вот, в частности, был один индус, который был специалист по социальной инженерии, и он очень угорал по вот этой вот концепции Варна Шрама Дхармы, которая характерна для индийской культуры. Там законы Ману, вот это все. И был еще один китаец, экономист он был по образованию. Я, к сожалению, их имен не могу воспроизвести, потому что у них имена очень специфические, именно исходя из их этнического происхождения. И вот они втроем собрались, что типа, а давайте мы реализуем вот эту модель на практике. То есть, такого еще никогда не было, но у нас экстренная такая ситуация. То есть, они как бы разработали это, получается? Они ее не разрабатывали теоретически, они ее как бы вот, ну то есть, это некая импровизация в каком-то смысле была. И эту импровизацию в итоге назвали меритократией, или как это получилось? Нет, меритократией они назвали это изначально именно потому, что это абстрактная категория предельная. Именно потому, что этим словом можно назвать все, что угодно. Поэтому типа, а почему нет? А пусть будет. То есть, наследство вообще никак не противоречит меритократе, или немножко противоречит, но это как-то один такой фактор, который вычитается. Ну, как бы вот. Как право наследования имущества может противоречить нормальному функционированию любого института? То есть, если вы... Когда речь идет о политике, и политику называть имуществом, государство называть имуществом одного человека, ну немножко как-то странно получается. Странно для 21 века, потому что вы привыкли к идее гражданских прав и того, что все люди равны. Но это как раз демократический предрассудок. А в меритократии это как бы изначально. Это как раз то, что я обозначил в ряду негативных факторов, которые надо купировать. Вот в чем дело. Тут проблемы не было. Ну, то есть, опять-таки, если мы в случае говорим, допустим, о наследовании применительно к сингапурской модели, ну, во-первых, вот этого товарища, как бы его не на улице нашли, да, а он вообще-то там... Что он заканчивал, господи, надо посмотреть. Он просто, по-моему, он заканчивал Гарвард, и он считается... Да, он что-то европейское заканчивал. Значит, он считается лучшим студентом Гарварда, что ли, за всю историю, там, в какой-то дисциплине. То есть, ну, это он достаточно феноменальный. Сейчас, секунду, я понимаю, просто чтобы... Ну, просто у нас в чате тут пишут, что есть наследство, социальные и культурные преимущества, дискриминация, и это все отрицает концепты меритократии. А на самом деле нормально это, наоборот, подтверждает. Так, любой селективный механизм, он подразумевает дискриминацию, вообще-то. Согласен. Опять-таки, тут, по-моему, человек, который вот это пишет, он применяет критерии воинов социальной справедливости к социальным институтам, что, типа, вот, как бы, ну, я, я, почему у меня нет миллиона долларов? Потому что меня дискриминируют, блядь. Потому что, как бы, я, я там, не знаю, негр, женщина-инвалид, значит, гомосексуалисты, поэтому вот мне не дают денег, потому что там стеклянный потолок и так далее. Нет, в любом обществе, в любой системе всегда есть дискриминация. Даже идеология... Любой отбор дискриминации. Кстати, которая, казалось бы, направлена против дискриминации, она вся основана на том, что нужно дискриминировать белых гетеросексуальных мужчин и дать больше преференций тем, кто, значит, белым гетеросексуальным мужчиной, значит, не является. Вот, значит, по поводу, смотрите, наследования, вернемся к теме наследования. Ну, во-первых, преемником Лик Ван Ю на посту премьер-министра Сингапура был Го Чон Тонг, который не является сыном Лик Ван Ю. Понял, окей. Никак, никак. А, собственно, уже его сын, да, то есть Ли Сян Лун, да, который сын Лик Ван Ю, он занял должность премьер-министра уже после этого. И там, собственно, то, что он был сыном своего отца, это был лишь один из факторов. А, значит, основной фактор, это то, что он закончил Кембридж, и там, значит, ему выдали в Кембридже какой-то диплом, там, и какой-то медаль из серии, что он там лучший студент, что он там какие-то научные исследования сделал, которые до него никто не делал. Ну, то есть чувак с феноменальными способностями на самом деле. А его жена, она, ее называют леди инвестиция, потому что она привлекла в экономику Сингапура огромное количество инвестиций. А инвестиции из других стран, это, в общем-то, то, в том числе, то, за счет чего Сингапур существует. Поэтому, ну, как бы, без них ничего бы не было. Понятно. Поэтому тут... Интересно, интересно. Нет, можно, конечно, критиковать семейственность до бесконечности, но еще раз, да, то есть давайте зафиксируем, что речь идет о праве наследования имущества. То есть если какая-то вещь, или там какая-то территория, или какая-то там недвижимость, или там еще что-то, машина там, там есть и квартира, дом, является вашей собственностью, то вы вправе распоряжаться этой собственностью так, как вы хотите. Если вы хотите это своим детям передать по наследству, вы имеете на это полное право. Да, если никто не может, там, не может человек с улицы прийти и сказать, что, типа, ты не должен, ты не имеешь права завещать эту машину своему сыну, потому что я вожу лучше, я лучше буду распоряжаться твоим автомобилем, поэтому давай ты мне его завещаешь, как бы, или я у тебя его отберу, этот автомобиль, чем ты его передашь своему сыну. Но это, блядь, ваше имущество, вы сами знаете, как им распоряжиться. Это распорядиться, это очевидная вещь, да, казалось бы, но вот почему-то у людей это как-то... Ну, имущество можно отменить в том смысле идейно. Так это социализм уже, нет, подождите, если мы отказываемся от прав собственности, если мы говорим, что право собственности, оно нелегитимно, и ты не можешь передавать эту территорию тому, кому ты хочешь... Это не всегда социализм. Ну, хорошо, окей, окей, давайте, хорошо, давайте... Фотологически это не всегда может быть. Назовем это так, как вам это нравится, назовем это не социализм, как вы предлагаете это назвать? Относительно социализма, отмена просто вот прав собственности... Это один из аспектов социализма, так скажем, получится в данном случае. Просто мы можем применить отмену прав собственности и при этом, не знаю, не стремиться к равенству. Никаким образом хапать себе все, что угодно, при этом совершенно никаким образом не подтверждать... Я просто не очень понимаю, как может существовать общество, да, продолжительную историческую перспективу, где нет прав собственности, где вот... Ну, это уже не важно, в данном случае теоретическая проблема стоит. Не-не-не, это очень важно, это очень важно. Терминологическая даже проблема здесь... Не-не-не, это очень важно, потому что мы-то как раз рассматриваем функционирование социального организма в его естественной динамике, да. Мы с вами сейчас, как бы я сомневаюсь, что что-то можно... Если нет прав собственности, если человеку, там, допустим, королю говорят, ты не можешь, блядь, передать власть своему сыну, потому что это не меритократично, потому что у тебя сын дебил, и ты не можешь распоряжаться своим королевством так, как ты хочешь, хотя это, блядь, твое королевство, это твоя власть в этом, то это, в принципе, можно экстраполировать с уровня короля и его сына на уровень любого человека. Потому что если мы право собственности отменяем на самом верху, если мы правителя общества лишаем возможности распоряжаться его имуществом так, как он хочет, то, в принципе, любого человека, который ниже находится в социальной иерархии, то об его права собственности мы можем просто хуй вытереть сразу, да. То есть, как бы, не будет вообще никакого права собственности, и, в принципе, ни один человек не может распоряжаться своим имуществом. То есть, к вам в квартиру придет в любой момент любой чувак, там, как бы, разобьет у вас палатку, там, посреди комнаты и скажет, все, теперь я тут живу, как бы, потому что я хочу. Потому что эта квартира вам не принадлежит. То есть, я, в принципе, стал лучше понимать вообще всю систему ваших взглядов по этому вопросу. А это не система моих взглядов, это право собственности просто. Ну, типа, если какая-то вещь принадлежит тебе, ты можешь ее с ней делать то, что ты хочешь. И все считают, что страна может принадлежать какому-то человеку. Ну, это 21 век, демократические предрассудки. Люди привыкли рассматривать не в парадигме. Право собственности в демократии есть все равно, так-то получается. Ну, слушайте, исторический регион Восточной Азии, где меритократия, в общем-то, и была реализована и в древнекитайском царстве Сун, и в Сингапуре 20 века, это преимущественно монархии. Потому что, ну, типа, вот у нас в Малайзии, у нас, как бы, федерация султанатов. И власть султанов, она передается по наследству. И что-то как-то в обществе не очень слышны голоса петухов, которые бы говорили, что, типа, это несправедливо, какого это хуя сын султана становится султаном, типа, почему? Ну, это воспринимается как должное, да, потому что, ну, это нормально. Просто в России, как бы, да, вот в какой-то момент правящую монархию всех поубивали, и 20 век правили какие-то странные люди. Вот там, да, если мы возьмем любую, любая республиканская форма правления, она начинается с того, что это катастрофа монархии. То есть, изначально была монархическая форма правления, где была какая-то вот преемственность. И даже если мы посмотрим на современный мир, то мы увидим огромное количество состоявшихся и вполне успешных монархий. Да, там Британская империя, страны Персидского залива, очень много стран, которые входят в британское содружество, типа Канады и Австралии, которые, в принципе, признают власть британской королевы. И если мы посмотрим на законодательство этого британского содружества, то мы увидим, что власть королевы, она не номинальная, она вполне реальная. Она может там вето на решение парламента накладывать, у них там нет, у них типа конституционная монархия, но при этом у них нет конституции и так далее, и так далее, и так далее. Да, есть Бруней, есть там всякие другие страны, там есть, я не помню, где там в Швеции, по-моему, этот король Густав, который, в принципе, почему Швеция богатая страна в том числе, да, потому что вся нефть, она принадлежит королю Густаву. И когда нефтяные компании, они продают нефть, то, собственно, король Густав, он каждому из подданных, значит, шведской короны, там идут какие-то, ну, социальные ништяки за счет того, что нефть продается. То есть, ну, это как бы монархия, да, то есть можно, конечно, с прогрессивистской позиции говорить, что, ой, монархия, это все, как бы, какой-то рудимент, это все архаика какая-то, это все так несовременно. Ну, просто людям кажется, что, ну, ну, миротократия вроде бы, типа, новое что-то, режим какой-то новый, типа, альтернатива прям коммунизму, прям никогда такого не было. Ну, сингапурский опыт, он новый, потому что он, условно, начался в 65-м году, но нельзя построить что-то новое с чистого листа. Даже если мы говорим о реализации, там, коммунистического проекта, то этому много что предшествовало, да, и британская политэкономия, и, там, Гегель, и французские социалисты-утописты, он, Сен-Симон Фурье. И апелляция к примордиальному первобытному коммунизму, и компанелла, там, и всякое-всякое такое, да, то есть, есть определенная преемственность, да, есть определенная генеалогия, там, Мюнсер, там, блядь, апостольские братья, апостол Павел, который говорил, кто не работает, тот не ест. Вот, вот, все, все такое, то же самое, меритократия, да, ну, новые идеи, они не возникают на пустом месте, да, они имеют преемственность определенную, да. Ну, наверное, иногда возникают. Ну, это, я не знаю примеров таких, я не знаю таких примеров, что-то новое. Говорить не о чем. Поэтому, ну, меритократия, она имеет под собой определенную, как бы, определенные основания. И мои взгляды, например, они лишены какого-то элемента мессианства, потому что я не считаю, что можно построить меритократию в обществе, которое, ну, под другое заточено и не готово для этого. Потому что, вот, например, как я это формулирую, да, вот, при негативных факторах, которые нужно купировать, там, демократические предрассудки, коррупция и организованная преступность. Ну, наверное, против того, чтобы уничтожить организованную преступность, плюс-минус никто не будет выступать. Но если мы говорим про демократию и коррупцию, то в большинстве обществ земного шара, да, известных нам, очень укоренено либо то, либо другое. То есть, либо демократия, либо коррупция. Вот, если в случае мы России берем, то в России коррупция, она пронизывает всю ткань социального организма российского. Да, действительно. Поэтому, чтобы построить меритократию, ну, придется поубивать кучу народу. И в итоге нихуя не получится. Поэтому зачем людей, зачем мучить людей, да, то есть, если вы хотите, чтобы в России результат совпал с ожиданиями, нужно сразу начинать строить теократическую монархию православную. Просто пусть-пусть она отрастит бороду, коронуйте, пусть патриарх Кирилл наденет на него шапку Мономаха и все, и радуйтесь, короче, танцуйте. Вот как-то так. То есть, каждый тип общественного устройства и каждый тип культуры, он подходит под определенных людей, под определенные обстоятельства, под определенную ситуацию. То есть, нельзя просто навязывать людям то, что им не подходит, исходя из их менталитета, исторического опыта. И так далее, и так далее. То же самое с религией, то же самое вообще со всем. То есть, я выступаю за сохранение и приумножение локальных этнокультурных идентичностей. То есть, я считаю, что полиморфизм должен существовать не только на уровне разных расовых групп, но и на уровне разных культур и разных форм политического устройства. И для меня это как бы органическое продолжение, органичное продолжение моих меритократических взглядов. То, что мир, он существует в неком глобальном разнообразии, и это разнообразие, оно является условием для дальнейшего развития общества. Почему? Потому что наличие разных культур и разных форм общества обуславливает то, что мы можем заимствовать какой-то опыт обществ наиболее успешных. Ну, если хотим. Если не хотим, то не заимствуем. Вот и все. Поэтому, в принципе, то, что у нас есть Африка со своей спецификой, Латинская Америка со своей спецификой, Россия, Европа, Америка, Азия и так далее, на мой взгляд, это прекрасно. Потому что, в принципе, на фундаментальном уровне вот этот гигантский полиморфизм внутри человеческого вида, вот эта вариативность разных типов человека, разных культур и так далее, это то, что отличает на качественном уровне людей, как биологический вид, от других биологических видов. Потому что такого полиморфизма нигде мы не увидим больше в живой природе. Только вот у людей, собственно, если мы говорим о биологических видах. Потому что мозги двух разных людей, они могут отличаться больше, чем мозг, там, лисы от мозга, значит, овцы, например, да. И то же самое в культурах, то же самое в политике, да. То есть это как бы на всем уровне, на всех уровнях вообще человеческой природы. И на социальном, и на культурологическом, и на биологическом. Интересно, интересно. Я, кстати, в принципе, солидарен. Ну, в принципе, плюрализм получается такой своеобразный. Ну, своего рода, да, то есть это скорее такая антиглобалистская такая позиция, на самом деле. То есть я такой, кстати, крайне правый антиглобалист, по сути. Какие-то модели, когда черчу, я понимаю, что разделение, оно, наверное, больше необходимо, чем соединение. Потому что объединение приводит к очень странным последствиям, чаще всего. Очень-очень странным. Да, в принципе, согласен, и это действительно вытекает из ваших взглядов. Да, наследственность, я уже сказал, что, в принципе, вот на уровне тех категорий, которые я сам придумал, да, вот как, когда я пытаюсь как-то объяснить свои взгляды, я противопоставляю аксиологический и антологический элитаризм. Да, антологический через А, литеру, это важно. То есть антологический элитаризм – это монархия, да, то есть когда вот, ну, антологический, как собрание античных текстов. Почему? Потому что, ну, есть некая наследственность, да, там от отца к сыну передается власть, например. А аксиологический, то есть ценностный, да, это вот когда, ну, допустим, технократия, да, как частный случай меритократии, да, то есть когда там необходим определенный уровень компетенции для того, чтобы занять ту или иную социальную страту. Но когда мы говорим о монархии в целом, да, вот в каком-то обществе, где, ну, монархия, она либо вполне себе там легально и релевантна, то это не вопрос власти, это вопрос отношения к собственности. Да, то есть если ты монарх и ты имеешь какую-то собственность, ты вправе эту собственность передать по наследству. Точно так же, как любой другой человек, да, в структуре общества, где признаются права собственности, он может также своей собственностью распоряжаться так, как он хочет. Просто у монарха у него во власти находится какая-нибудь территория, да, вот, и, допустим, проживающие на ней люди так же, а у обычного человека, ну, вот только там, не знаю, его дом, его орудие труда, там, и что-то такое. Вот, вот, собственно, и так. Поэтому тут, в принципе, критика монархии, она вот именно с таких позиций, что, там, ты не можешь передать всё своему сыну, у тебя сын дебил, как бы, он всё просрёт, она не, 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 как сказать, нерелевантна, потому что, ну, типа, блядь, это его собственность, он может, блядь, вообще всё сжечь нахуй, если он захочет, потому что, ну, типа, ну, это его собственность. Пока вы его не лишите права собственности, да, на эту землю, он может делать с ней всё, что хочет. Если вы хотите ему запретить, вы сначала лишите его права собственности, лишите его возможности распоряжаться вот этим имуществом. И такие прецеденты тоже есть в истории, да, то есть, в принципе, если там какой-нибудь император, там, начинал какую-то хуйню творить, ну, приходила притарианская гвардия, его там, успокаивала, и всё, как бы, там, да, здравствует новый император. Ну, вот, как-то так. В целом, всё сложилось, видимо, в единую мозаику, просто с одной стороны элитаризм, с другой стороны меритократия, и немногие, в принципе, понимают, как это соотносится, а на самом деле соотносится, видимо, очень даже хорошо. А я поэтому через запятую обычно говорю про элитаризм, ну, потому что, в принципе, идея о том, что может быть какой-то правитель, у которого в собственности территория и люди, это концепция очень элитаристская, да, и она правая, именно если мы рассматриваем вообще, как вообще возникло разделение на левых и правых, да, потому что во французском конвенте там справа сидели именно сторонники там всяких наследств. Ну, она просто безусловно правая, тут даже спорить практически не стоит. Да, она безусловно правая, потому что она не включает в себя ни права человека, ни демократию, ни идеи всеобщего избирательного права, ни идеи там ещё чего-то. Она включает в себя, вот, в основе она имеет идею о правах собственности, да, что вот монарх, блядь, это его земля, да, и поэтому он распоряжаться может как он хочет, да. Если мы хотим его лишить возможности распоряжаться этой землей, это другое, да, дело, это, ну, как бы, можем его убить, блядь, мы можем сказать, что мы тебя запрещаем, но нужно что-то сделать, чтобы у него, ну, то есть, пока он рассматривается как собственник этой территории, этого королевства, он вправе распоряжаться этим так, как он хочет. И правые, они выступали именно вот за сохранение, там, привилегий для аристократии, но, по сути, это не привилегия, это просто права собственности, потому что вот если феодал, он, у него есть там его замок и его земельный отдел, на дел его нельзя просто так у него отобрать, потому что это его. А если, с другой стороны, у него можно это отобрать, да, потому что вот там собрались граждане, там, они провозгласили республику, и они сказали, что, типа, все, вот теперь этот феодал, он не будет жить в этом замке, мы его там национализируем, мы там, значит, блядь, этот обком, короче, теперь в этом дворце будет, короче, а на земле будет колхоз. Но, получается, это дает некий прецедент, что если мы у феодала отняли право собственности, то у любого другого человека, тем более, можно отобрать его право собственности. Понимаете, в чем дело? То есть, это как бы просто включается принцип демократического централизма. То есть, как бы люди решили и сказали, что... Подождите, ежи, подождите, но это не значит, что у любого человека можно отнять право собственности. Значит, именно и значит, если мы, если мы допустили такой прецедент, что мы у тех, кто на самом верху... Монархо-то исключение. То, тем более, тем более, если мы с ними все это сделали, да, с элитой, с феодалами, с рыцарями, там, с монархом, то тем более обычного крестьянина вообще ничего не стоит лишить имущества. Понимаете, что ли? Это намного проще. У крестьянина надо брать... Но это не всегда подразумевается. То есть, это можно как теоретически... На практике, на практике всегда. Именно поэтому после казни короля последовала Вандея. Когда они пошли крестьян хуярить просто и топтать этими конями революционными детей крестьянских. И убивать крестьян массово. То есть, грубо говоря, крестьян обычных в этой бойне погибло намного больше, чем аристократов. Потому что аристократы это меньшинство общества. То есть, если они смогли у аристократов все отобрать, то у крестьян обычных отбирать это вообще все совсем по щелчку пальца. То же самое, если мы берем опыт русской революции. Хотя она русская весьма условно. Там тройные скобочки. Согласен. Немцы, юниманы. То, значит, они отобрали все у монархов, у дворян, у помещиков, у духовенства. Ну и все. На завершающем этапе гражданской войны начинается подавление крестьянских восстаний. Почему? Да потому что надо у крестьян отобрать землю, хлеб и так далее. Но они восстают близко все. Ну да, крестьяне восстают, но их начинают подавлять при помощи пулеметов. Ну да, но они, конечно, не сидели сложа руки. Но крестьянин с виллами, он много не навоюет против красноармейцев, у которых пулеметы, авиация, артиллерия. Выживает сильнейший. То есть, если вы отказываетесь от права собственности, если вы говорите, что монарх не вправе передавать власть по наследству, феодал не вправе свою землю кому-то отдавать, то, в принципе, вас точно так же с таким же успехом лишат права собственности. То есть, к вам завтра в дверь дома постучатся и скажут, типа, все, собирай вещи. А хотя нет, какие вещи? Это больше не твои вещи. Просто иди нахуй из этой квартиры. Она теперь моя. Потому что мы так решили. С другой стороны, в Советском Союзе все-таки были у людей квартиры, получается. Они там жили, их не часто выгоняли. Могли выгнать, но, в принципе, они там жили. То есть, в итоге как-то все пришло к более такой устаканившейся системе, в которой можно было существовать. Потому что она особо никому и не нужна была. То есть, если ты живешь в комнате коммуналах, тебя в любой момент, если возникла какая-то необходимость, тебя в любой момент могли выгнать. Вот в том-то и дело. Потому что, либо мы... Но на практике это случалось далеко не всегда. На практике там целые народы переселяли в товарных вагонах. Это на раннем этапе. А на позднем, когда уже жилье взяли в большом количестве, там уже поменьше стало таких вот негативных эксцессов. Да, поэтому в конце 80-х эти военные, они жили в танках, в военных частях. Там на пушке танка, там эти ползунки всякие детские вешали на просушку. Я бы пострелил в танк. А эти самые там какие-то женщины из ткацкой фабрики, они на Красной площади, на брусчатке эти палатки, короче, разбили. Потому что у них не было общежития, где жить. И они там протестовали против Горбачева. Да, вы можете найти фотографии, в принципе, с конца 80-х. Так что нет, все это было. Либо в обществе есть права, либо в обществе. Ну, бля, в итоге все это говно развалилось просто. Ну, да. Все закончилось, самолет не взлетел. То есть, либо мы рассматриваем общество, где есть права собственности. И тогда у человека по дефолту нельзя отбирать его имущество. Не может кто-то прийти к вам домой, выломать дверь и сказать, все, ты больше здесь не живешь. Потому что вы можете пожаловаться в полицию, вы можете показать документ, что вот, это моя квартира, блядь, какого хуя. Она моя. У меня есть право собственности. И никто не может просто разорвать эту бумажку, потереть ей жопу и сказать, все, мне это ничего не значит. Король может. Потому что есть реестры, есть эти. Нет, в том-то и дело, что в нормальном монархическом обществе, типа вот реально, не того, которое у вас в голове, а вот того, которое на практике существует. Нет, не может. В том-то и дело, не может малайский султан взять и отобрать у кого-то его дом. Если этот дом действительно принадлежит этому человеку. Прецеденты были, наверное, и много раз. Нет. Были прецеденты в том случае, что, допустим, дом, в котором человек живет, он опять-таки не рассматривался как его собственность. То есть не было права собственности. Ну, все есть собственность короля. Вот, если все есть собственность короля, тогда король имеет на это право, потому что это его собственность. Но если помимо собственности... Но тогда и у крестьян нет собственности, с ними все что угодно можно делать. И тогда их право на собственность вообще не имеет никакого значения. В некоторых обществах действительно так и было. Но в обществах нормальных монархических, помимо короля и королевской собственности, и земли, которая принадлежала королю, была неотчуждаемая собственность других людей. Ну, вот в частности, феодалов каких-нибудь. И король не мог просто так прийти по закону и отобрать чужое имущество. Именно поэтому, кстати, в частности, в некоторых обществах было такое разделение, что вот эта земля королевская, вот эта земля монастырская, вот эта земля феодала и так далее. И вот есть четкое разграничение между ними. И если король покушался, допустим, на церковную землю, пытался себе кусок прирезать или какой-нибудь один феодал покушался на другого феодала, то обязательно всегда был конфликт и всегда была война. Потому что это как раз нарушение прав собственности. Если эта земля ваша и есть документ официальный и все субъекты права этот документ признают, то никто не может просто так взять и сказать, что нет, это не ваше. Понимаете, в чем дело? И вот в Малайзии, если там султан попробует у кого-то что-то отобрать, можно пойти в суд и суд может принять решение не в пользу султана. Хотя султан это власть. Но тем не менее, суды могут сработать таким образом, что они скажут, что нет, это собственность этого человека, поэтому извините, ваше величество, но вы не имеете права просто так это отобрать. Это так не работает. Интересно. Ну я ничего не знаю про суды и султанов в данном случае, поэтому да, ответить мне уже нечего. Так. Но крестьянам все равно в некоторых монархических обществах жилось ну так себе. Ну кого интересуют? Крестьяне, собственно. Крестьяна, например. Ну если вас интересует во время критики Советского Союза, они интересуют. Если человек родился крестьянином и у него нет собственности, ну кто же виноват. Но опять-таки, даже если мы посмотрим всякие древние общества, дремучие, где в принципе положение людей, которые внизу у общества находилось, оно было очень плохое. Но тем не менее, там есть примеры, когда, например, бывшие рабы становились патрициями, например, и так далее. Там один бывший раб, он там стал императором под самый закат Римской империи. Примеры разные бывают. Да, так что, ну, это как, во-первых, кому как повезет, а во-вторых, если мы в везение не верим, все зависит от того, как вообще человек себя проявляет. Что он делает и так далее. Ну то есть в 21 веке вот эти все отговорки из серии, что типа, ой, стеклянный потолок, ой, там мне мешают, ой, там, да, они все поделили. Эти отговорки, они выглядят очень странно. То есть, ну, по сравнению с обществом в древности, да, где ты родился рабом в Древнем Риме, да, ну, у тебя, как бы, ну, еще меньше возможности, там, получить образование, там, я не знаю, достигнуть каких-то вершин. То есть, ну. Ну, рабом в Риме можно не родиться, а стать. Больше, больше никто не рождается рабом в Древнем Риме. Поэтому вот этих отговорок, в принципе, быть не должно, да. То есть, если мы живем в обществе, где есть всеобщее образование, где тебя, там, в какой-то момент научили читать, писать, считать, да, у тебя есть доступ к интернету, к сокровищнице знаний, ты можешь, там, любую информацию в один клик получать. Ну, кто же виноват, что ты сидишь и просто смотришь ролики с котятами и порнуху целый день в доту играешь? Ну, то есть, это не капитализм, не ежедомасоны, в этом никто не виноват. В этом виноват только ты сам. Вот и все. Поэтому современный мир, он дает возможности колоссальные. И с правами собственности тоже все нормально, да. Никто не может к тебе дом прийти и, значит, отобрать у тебя имущество. Ну, хотя, если ты в России живешь, да, наверное, с этим есть проблемы. Но это просто повод не жить в России, наверное. То есть, ну, есть нормальные страны, как бы. Не все живут в Кубе, там, на Кубе, в Северной Корее, в Туркмении. Вот как-то так. Что-то мы как-то очень развили эту тему. Ну, в принципе, отличный ответ. Я доволен. В принципе, вся система у меня сложилась в голове. Я просто по отдельным хайлайтам, ну, не до конца все представлял, как это у вас складывается вообще в обосновании полностью в целостном виде. Теперь вроде бы как вижу, вижу, вижу. Интересно, потому что элитаризм тоже обитает системно в чате, что человек может оказаться собственностью. Ну, это зависит от того, в какой правовой системе мы это рассматриваем. Потому что в каких-то обществах человек может оказаться собственностью, а в каких-то нет, например. То есть, вот, ну, в большинстве случаев в современном мире мы живем в общество, где человек не может быть чьей-то собственностью, не может рассматриваться как чья-то собственностью. Так что, ну, пользуйтесь. А дети? А дети, они по большей части рассматриваются как собственность государства, а не как собственность родителей. Потому что, ну, типа, если родители будут детей или еще что-то с ними делать, ну, типа, государство плохо сделает. И здесь даже дело не в том, что это дети и родители, а дело в том, что, ну, типа, там, человек А делает плохо человеку Б, и поэтому, там, значит, по закону, там, с ним нужно вот то-то и то-то делать. Поэтому, кстати, не нужно дополнительных принимать законов о семейном насилии. Нужно просто, чтобы те законы, которые уже существуют в обществе, чтобы они просто нормально функционировали. Да, потому что, в принципе, ну, уголовному кодексу ему все равно, там, состоят ли преступник и жертва в преступной... В, как бы, в родственной связи или нет. Не, ну, эта связь может быть преступной, если там, допустим, там, не знаю, либертарианец и маленькая девочка, или там, католический священник и маленький мальчик. Но мы сейчас такие вещи не рассматриваем. Ну, исключение не берем пока, да. Да, мы, ну, как исключение, скорее правило, но не суть. В общем, мы это, ну, то есть, главное, главное, чтобы было преступление, да, там, кто-то кого-то, там, ударил, там, или убил, или еще что-то. То есть, неважно, это родственники или еще что-то. Там дополнительным фактором может быть то, что, например, там, это ребенок маленький, он беспомощный, да, или там, вот-вот, что-то такое, да, усиливает, допустим, там, позицию обвинения, да, усиливает, вот, там, может усилить степень наказания. Ну, вас, в принципе, устраивает то направление мира, в котором мы движемся, и за исключением, там, демократических каких-то условий. А куда мы движемся? Ну, как раз к истреблению преступности, например, вот такие вот тенденции к истреблению коррупции. Где такая тенденция? В России. В России даже пытаются так делать. В России истребление преступности и коррупции. Ну, подумают об этом. Говорят в теориях, по крайней мере, много теоретиков, которые так делают. Что ж такое, я же... По-моему, в России для того, чтобы бороться с коррупцией, просто новые ведомства создают бюрократические. Да, так и есть. Ну, так это же только увеличивает, это же только увеличивает коррупцию. Увеличивает и увеличивает, как говорится, да, люди пытались, как бы, старались. А вы не оцениваете их труд. Ну, в общем, как-то так. Не, ну, по поводу вот рабства, да, если мы говорим про рабство, ну, с точки зрения Ницше, рабство принадлежит к самой сущности культуры, но он-то понимал рабство в очень таком широком смысле этого слова. Человек, которому не принадлежит большая часть его дня, в общем-то, может считаться рабом. Конечно, да. Ну, и вообще в широком смысле любой наемный труд, он может рассматриваться как рабство, например. Да, поэтому это не обязательно какие-то архаичные формы рабства. Ну, кстати, парадокс, но наиболее архаичные формы рабства, они сохранились как раз вот в тех странах, которые говорят, что наоборот они наиболее прогрессивное общественное устройство имеют. Да, то есть это вот там Северная Корея, там Куба, да, то есть там реально есть рабы, да. Ну, в России тоже есть рабы. Рабы не частных лиц каких-то, а это рабы государства, да, то есть это реально рабский труд, там какие-то нечеловеческие условия, там в трудовых лагерях они там за миску риса, короче, работают. То есть вот в этом опять-таки парадокс. То есть постоянно вот на уровне риторики, которая звучит в современном мире, происходит чудовищная подмена понятий, потому что наиболее регрессивные формы общества, они говорят о том, что они наиболее прогрессивные, да, если мы говорим там про какой-то социализм, про там какую-нибудь там марксистскую или национал-социалистическую диктатуру, то они наоборот всегда постулируют, что типа, ой, мы самые там передовые, самые там суперсовременные, там общества. Ну на свое время они были реально суперсовременными. Да, ну вот-вот-вот, вы тоже, вы жертва этой аксиоматики, потому что вы рассматриваете... Я не жертва, я просто пытаюсь задавать интересные вопросы. Нет, нет, вы жертва этой аксиоматики. Почему? Это аксиоматика, она навязана, что вот наиболее как бы бесчеловечные, чудовищные общественные идеалы, они рассматриваются наоборот как что-то прогрессивное, но при этом принципиально недостижимое из-за несовершенства человеческой природы, да, то есть каждый раз, когда их социальный проект не реализуется на практике или реализуется на практике, но уносит большое количество человеческих жизней, что они говорят? Они говорят, о, общество еще не готово, то есть они не говорят, что это была чудовищная, бессмысленная, кровавая фантасмагория, мы просто построили там, не знаю, человеческую мясорубку и провернули в ней 20 миллионов человек. Нет, они этого не говорят, они говорят, о, наш социальный идеал, он настолько опередил свое время, что человечество оказалось не готово. Ежа, а сколько провернули в Сингапуре? По отношению в процентов, пожалуйста. А вот в том-то и дело, что меньше одного процента, потому что там не было уничтожения социальных классов, в том-то и дело, там просто, ну, берут триаду, да, убивают главаря, а все, остальные разбежались, как бы, то есть это очень просто. Ну, по-моему, стойте, там же, по-моему, там же не было теории классовой борьбы, да, что мы сейчас должны классовую борьбу из холодного вида перевести в горячее, поэтому мы должны убить там всех дворян, всех там, значит, все духовенство, все купечество, всю буржуазию, а крестьяне вообще мелкобуржуазный класс, поэтому мы их должны переформатировать насильственно в сельский пролетариат, чтобы подарить им социализм. Нет, там же не было такой риторики, там есть чиновник-коррупционер, ну, его вешают и показывают по телевизору, что вот, ну, за коррупцию повесили такого-то чиновника, все, остальные, как бы, либо перестают брать взятку, либо, ну, больше маскируются, как бы, шифруются, чтобы, ну, рядышком не висеть. Ну, слушайте, там один процент, там именно убили, прям, как бы, вот, в процессе. Нет, 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 менее одного процента, нет, зачем? Насколько, ну, менее два процента, это значимо может быть, вы понимаете. Там, ну, в принципе, эту статистику можно, наверное, в интернете найти. Да, я просто, я думал, вы знаете, где лето не сказать, что... Меньше даже, чем Пиночет, в принципе, уничтожил. То есть, там можно сказать, что это, они действовали не топором, а скальпелем. То есть, ну, там... Просто один из таких аргументов против режима в Сингапуре, такого вот, ну, вот он так звучит обычно. Я не слышал такого аргумента, что там убили, как... Убили большое количество людей, я в первый раз об этом слышал. Значительно, там, ну... Я, в принципе, читал и критиков, да, я читал статьи из серии, там, Диснейленд со смертной казнью, но там нигде не было аргумента, что, там, этот режим, он плохой, потому что, ну, да, они достигли определенных, этих, там, успехов. Ну, слушайте, по-моему, многие сравнивают его. Ну, какой ценой, там, да, убили кучу народу. Да нет, этого просто нету, как бы. И, кстати, в последнее время они в основном убивают за наркотрафик иностранных граждан, которые даже гражданами Сингапура не являются. То есть, ну, ты, типа, наркокурьер, ввёшь какую-то хуйню запрещенную в страну, ну, его повесили, как бы, висит груша, нельзя скушать. Ну, так он даже не гражданин Сингапура, это, блядь, просто посторонний чел, который... Нормально. Захотел въехать и продать какую-то хуйню нелегальную, там, оружие или наркотики, или ещё что-то. Ну, то есть, ну, это даже не представитель их общества. То есть, в принципе, как бы насрать на него. Убили и убили. Вот. Это же не так, что они, там, детей каких-то убивают крестьянских за то, что, там, ребёнок колосок украл с колхозного поля. Ну, то есть, ну, это совершенно несопоставимые... Несопоставимый согласие. Несопоставимые вещи, да, то есть... Вот. А по поводу... Просто я вроде что-то вычитывал, что там всё равно значительное количество людей. Ну, меньше одного процента... Ну, скиньте мне ссылку, и мне было бы, на самом деле, любопытно с этим ознакомиться. Потому что я, в принципе, много искал материала на эту тему. Сейчас. Я ничего не нашёл. Хотя я читал критиков, я читал вот этого диссидента, который утверждал, что он там борет за демократию, и он там в тюрьме сидел в Сингапурском, а потом выяснилось, что он ребёнка выебал. Как бы его в тюрьму посадили. Он уехал... Это не значит, что его аргументы неверны. Да, 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 да. Но у него нет аргументов, он просто говорит, что это фашистское государство, потому что, ну, типа, он... Он к мальчику пришёл переубедить, а его, значит, поймали. Есть разные способы переубеждения, если что. Да, да, но вот он переехал в Америку, и он там, этот, главный диссидент, короче, разоблачитель, значит, который борется против бесчеловечного режима, который его за изнасилование ребёнка в тюрьму посадил. Вот. Вернёмся к теме, что происходит подмена понятий. Наиболее дегенеративные, наиболее чудовищные, бесчеловечные формы общественного устройства и идеологии, они маскируют себя под наиболее прогрессивные, наиболее прекрасные. И большая часть людей, они, в принципе, идиоты, они это, ну, это всё воспринимают за чистую монету, скажем так. И в то же время, наоборот, приемлемые формы общественного устройства, они воспринимаются как что-то, ну, там, архаичное, несовременное, там, неправильное. То есть, вот, если, допустим, посадить какого-нибудь коммуниста к нам сейчас, да, и спросить, что вот, там есть монархия, есть социализм, да. Естественно, он скажет, что, ну, социализм, это вот прогрессивная, там, следующая общественная формация. Это вот она вот после коммунизма, там, в будущем когда-то наступит. И поэтому все вот социалистические режимы, которые сейчас существуют, это вот такие вот ростки будущего. А монархия, ой, ну, это что-то вот несовременное, отсталое, плохое. Но, опять-таки, если мы сопоставим факты, то мы увидим, что есть страны с монархической формой правления, где уровень жизни, науки, здравоохранения, образования намного выше, чем в республиканских формах правления. Особенно, если мы говорим о республиках не, там, условно-буржуазных, а условно-социалистических. Согласен. Вот. Ну и кроме того, есть режимы, которые вообще совмещают себе это в таком причудливом эклектическом виде, как вот Северная Корея, например. Где, с одной стороны, у них там капитализм это плохо, там, значит, общественная собственность на средства производства должна доминировать, но при этом у них власть по наследству передается от отца к сыну. То есть в этом проблема, у человека, у человечества как будто вот сбился компас, да, поэтому человечество идет в сторону наиболее дегенеративных и репрессивных форм общественного устройства, но при этом все находятся в полном убеждении, что вот это прогрессивное, да, самое прогрессивное, самое прекрасное, там, достойное будущности. И это, кстати, на уровне отдельных человеческих личностей тоже работает, в принципе, потому что не существует более конченных мерзавцев, чем сторонники, там, социальной справедливости, социального равенства и так далее. Я помню, я читал в интернете в России про дело сети, что типа вот провокация ФСБ, значит, там, молодых романтиков, там, арестовали за то, что они хотели, там, анархический коммунизм строить, эти, значит, прекрасные юноши, там, с горящими глазами. Я, кстати, так и не разобрался с этим делом. С прогрессивными идеалами, значит, как бы, и там полемика смешная развернулась, потому что, ну, один чувак из арестованных, он убил двух людей, там, парня и девушку, они вместе торговали наркотиками, и чтобы они его не сдали, он их убил. А второй, у него было хобби, он был ВИЧ-инфицированный, и он специально девушек заражал спидом, то есть он не говорил им об этом, что он ВИЧ-инфицирован, занимался с ними незащищенным сексом и заражал спидом. И там, значит, полемика смешная, которая состоит в том, что, с одной стороны, кто-то одна, значит, одни участники этой полемики озвучивают эти факты, что, типа, ну как, он же девушек спидом заражал. А другая часть, как бы, значит, которая в дискуссии участвует, она пишет, но ведь он же профеминист, то есть как бы, как он может быть плохим человеком, если он веган, профеминист, анархо-коммунист, значит, и вообще умница. Ну, я же, слушайте, они же согласились на, собственно, акт, понятно, но не знали чего-то, но согласие было дано, всё в порядке. Это, 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 это вот просто, в этой полемике восхитительно всё, как бы, ну, типа, ну и чё, что они там кого-то убили, там, заражали девушек спидом на специальности. Ну, знаете, почитать сводки об этом. Это справедливость, как бы, все блага, как из рога изобилия, польются на головы довольных человеческих масс. Ну да, ну что-то там не получилось, что-то пошло не так, но идеал, идея-то, идея-то, она прекрасная же, она же замечательная. Вот мне интересно в этой связи, если бы Чикатило на суде сказал, что он хотел добра, что, типа, ну да, убил ребёнка, но он хотел как лучше, то есть у него были... Он, скорее всего, и хотел. У него были возвышенные, возвышенные гуманистические, значит, у него был возвышенный гуманистический мотив, то есть он хотел добро, он хотел счастья, он хотел, чтобы все люди взялись за руки и водили хороводы на фоне радуги. Я думаю, что его нужно было просто освободить в здании суда, просто судья бы заплакала или заплакала и сказал бы, что он свободен, этот человек не может быть виновен. Ну, посмотрите на его честные глаза, он же настоящий коммунист, член партии, бывший директор школы. А давайте, допустим, езжу вот одну вот такую чисто теоретическую вещь, допустим, благ станет настолько-настолько много, что их действительно можно будет поделить между всеми, и это действительно, ну, всем тогда будет хорошо. Но при этом в каком-нибудь капиталистическом обществе там некоторые люди захлапывают себе большую часть благ, и тогда вот им будет очень-очень хорошо. Противоречие, противоречие, уже противоречие. Ну, потому что если благ много, и мы всем раздадим все поровну, то... Нет, мы еще не раздали. А, мы еще не раздали. Мы еще не раздали, вот. Вот у нас капиталистическое общество, у одних там очень много, у других там вообще почти ничего. Нет, так если все раздать поровну, просто блага перестанут воспроизводиться, потому что у наиболее эффективных субъектов экономических отношений у них пропадет мотивация, да, эти самые блага создавать. То есть, да... А если это будут создавать роботы? Давайте тогда, да, рассматривать ситуацию, что либо блага, да, падают с неба, либо эти блага создают роботы. И вот это уже гораздо более интересный кейс. Почему? Потому что можно сказать, что в принципе отпадет потребность в труде тяжелом, отупляющем. Но при этом я, например, возражу и скажу, что социальное неравенство, оно никуда не исчезнет. Почему? Потому что у вас один робот, а у меня тысяча, например. Почему бы не разделить роботов? Нет, можно роботов разделить поровну, в принципе. Но опять-таки, как правило, это так не работает. То есть, грубо говоря, смотрите, нам нужно будет тогда не просто роботов разделить поровну, нам нужно будет запретить людям, ну, собственно, как это коммунисты предлагают, товарообмен для того, чтобы не было возможности там этими роботами обмениваться, там проигрывать их в карты и так далее. Почему? Потому что если мы сохраняем экономическую активность, если мы сохраняем возможность разным экономическим агентам свободно взаимодействовать друг с другом, да, если мы не отменяем товарно-денежное там производство какое-нибудь, то получается все равно у нас будет ситуация, когда у кого-то больше роботов, а у кого-то меньше. Вот в чем дело. То есть, грубо говоря, даже при том, что у нас общий уровень жизни, он резко возрастет, да, то есть каждому будут доступны там всякие блага материальные, хорошее там здравоохранение и прочее. Просто кто-то будет хорошо жить богато на уровне там какой-то там отдельной страны, что вот у вас есть там у вас есть жилье гарантированное, там безусловный минимальный доход, вы полностью освобождены от там любого тяжелого физического труда, и в принципе вы себя хорошо чувствуете, да, но при этом будут люди, которые будут еще, ну, намного богаче вас, да, то есть будут какие-нибудь там администраторы целых планетарных систем, которые будут владеть там тысячами тысяч этих роботов и ими распоряжаться и делать все, что угодно. Администрация, если будет выполнять программу. Здесь в чем проблема? Здесь проблема в том, что потребуется, если вы хотите вот совсем такой уравниловки, да, чтобы не было неравенства, чтобы не было такой ситуации, когда у кого-то одного там один робот, а у кого-то другого тысяча роботов. Вам потребуется над этими людьми создать некий репрессивный механизм, который бы сверху следил за всю эту ситуацию, за всей этой ситуацией, да, и на уровне там госплана он бы распределял, что вот там здесь должно быть столько-то этих активов там экономических там промышленных, здесь столько-то. То есть, ну, некая уравниловка, которая сверху навязывается, как... Некоторые коммунисты так уже и планируют, они уже машины придумывают, роботы. В чем проблема? В чем проблема этой системы? Проблема в том, что наличие этого репрессивного механизма, который как купол или как госплан какой-то все контролирует и сверху все администрирует, наличие такого механизма, оно как раз невыгодно наиболее эффективным субъектам экономических отношений. Почему? Потому что эти репрессии и вот это перераспределение имущества, оно будет направлено негативно, прежде всего, на наиболее успешных субъектов экономических отношений. Потому что это у них будут отбирать излишки, чтобы передать неимущим. То есть, именно им, получается, наиболее эффективным субъектам экономических отношений, это невыгодно. И здесь встает вопрос в целом с рентабельностью предприятий, которые будут существовать в такой политической системе. А если, смотрите, я же, если мы не будем стремиться к абсолютному равенству. Вообще, в принципе, не может быть частной собственности в такой системе. Потому что, если сохраняется частная собственность, и ты производишь слишком много продукции, или зарабатываешь слишком много денег, у тебя будут отбирать излишки для того, чтобы перераспределить в пользу бедных. И чем больше ты роскоши имеешь, чем больше прибыли ты получаешь, тем большая часть твоего дохода, она будет перераспределена в пользу неимущих. Поэтому получается, что именно тебе и таким, как ты, наиболее эффективным субъектам экономических отношений, такое положение вещей максимально будет невыгодно. Ну, допустим, смотрите, давайте не будем стремиться к абсолютному равенству. То есть, чтобы у всех было там, не знаю, 10 тысяч рублей зарплаты, и все окей, как бы, на таких условных 10 тысяч рублей, уе, скажем, условных единиц 10 тысяч. А чтобы была вариация, ну, например, более эффективные следы. Ну, этого тоже можно достичь. Того, чтобы у всех было 10 тысяч рублей, можно тоже достичь по-разному. Можно перераспределить те доходы, которые уже есть в пользу неимущих. А можно взять, включить станок и напечатать всем большое количество денег. Ну, это если деньги не особо нужны, бумажки просто. Хотя, когда государство или, там, не знаю, ФРС включает деньги, это не процесс, включает станок, да, денежный, это не процесс создания новых денег, это процесс обесценивания старых, на самом деле. Но не будем о грустном. Так вот, продолжаем. Ну, допустим, мы можем наиболее эффективным членам вот этого вот общества выделить, ну, там в 3-4 раза больше, чем есть у менее эффективных. Но не в тысячи, не в миллиарды. Но все равно это распределение от наиболее эффективных субъектов экономических отношений в пользу наименее эффективных. Понимаете, в чем тут дело? Ведь все-таки вот эти вот более эффективные, они сами-то по себе не настолько эффективны, чтобы заменить тысячи и миллионы человек, и тысячи и миллионы человек им все-таки помогают. Это неважно, понимаете, в чем дело? Это неважно. Если к вам кто-то придет отбирать у вас деньги, и он будет мотивировать свои действия тем, что ты все равно не так эффективен, как тысячи и миллионы человек. Я буду недоволен, конечно. Это критика, да, и она не будет очень убедительна в любом случае. Потому что я думаю, что вам сам факт того, что за счет ваших средств там кого-то будут содержать, он вам не понравится. Нет, отчасти, да, это в принципе уже так и происходит, то, что вы описываете. Да, в странах с так называемым там социально ориентированным капитализмом, когда там подоходный налог существует, там, да, прогрессивная шкала налогообложений и так далее, и так далее. То есть, ну, отчасти это, да, это имеет смысл. Но это снижает мотивацию к труду у наиболее эффективных субъектов экономических отношений. Да, то есть, если у предпринимателя, у него есть возможность, скажем так, не платить налоги в этой стране, а платить налоги в какой-то другой стране, ну, он выберет перевести свои активы в ту страну, где налоги будут ниже. То есть, получается, все равно потребуется в каком-то смысле репрессивный механизм, который бы препятствовал вот этой вот возможности исхода капитала, скажем так. В принципе, да, верно. То есть, все упирается в то, все упирается в то всегда, что мы репрессируем наиболее эффективных субъектов экономических отношений. То есть, это как бы такой получается налог на успех, да, то есть в широком смысле. Но в целом успешнее, чем ты... Ну, то есть, это опять-таки похоже на риторику воинов социальной справедливости, да, то есть там чекни свои привилегии. Ты родился слишком белым, значит, поэтому вот тебе повезло больше, поэтому должны быть квоты для тех, у кого там другой цвет кожи и так далее, и так далее. То есть, это очень такая порочная вообще риторика, расистская достаточно. Это такой социальный расизм против богатых, условно говоря. Проблема заключается в том, что у многих таких вот левых, наоборот, такие вот ниши, угнетаемые слои, наоборот, выбиваются сильно вверху. Им, наоборот, привилегии дают в большей степени, чем остальным отвечаем. Ну да, так это неминуемо. Потому что, ну а как откалибровать эту систему? То есть, ну, мы что, суперкомпьютер, да, вот этот создадим, агас, искусственный интеллект, скайна, который будет всем распределять все поровну, да, то есть. Ну, Рудой недавно мечтал о таком компьютере, уже постулировал, что будет такой компьютер. Рудой может мечтать о чем угодно, как бы. Ну, это даже не аргумент. Непонятно, тут, понимаете, в чем дело, в вопросе построения социалистического общества самое слабое место, это то, как эта система, она будет поддерживать свое существование без некого мощного репрессивного аппарата, который бы сверху следил за тем, чтобы все вот эти социалистические институты, они нормально воспроизводились. То есть, допустим, мы установили общественную собственность на средства производства. Допустим, мы перешли от разных форм авторитаризма и буржуазной демократии к прямой пролетарской демократии, социализму, демократическому централизму и так далее, и так далее, и так далее. Допустим, как воспрепятствовать регрессу социальному и возрождению капитализма назад? То есть, если мы говорим о том, что, если мы постулируем идею, что при социализме государство должно постепенно ослабевать, а потом в конечном итоге оно вообще отомрет за ненадобностью, то возникает вопрос, как без, значит, орудия вот этого классового подавления, как бы, ну, ну, то есть, тут, в принципе, на передний план выходят все ошибки марксистов в сфере социальной и культурной антропологии. А почему вопрос, вы так сказали, капитализм должен возвратиться назад? Может быть, будет вообще ничего? Нет, ну, скорее после коммунизма будет новое супер-робовладение, потому что, если мы ретроспективно рассматриваем вот это в рамках формационного подхода мыслим, то после первобытного коммунизма наступило рабовладение, когда родоплеменные отношения разложились. Все освободятся, и потом их смогут, но кто-то власть не окажется. Ну, вот о чем и речь, да. То есть, если социальный прогресс бесконечен, да, если вот эти вот социальные эволюции, она по спирали дальше так и идет, то получается, коммунизм, он не может быть, даже учитывая, что коммунизм это форма общественного устройства, в которой перестают все существовать те противоречия, которые характерны для предшествующих формаций, то есть, диалектика рабов и хозяев, она исчезнет, и будет бесклассовое общество, то все равно после коммунизма должна быть какая-то новая общественно-экономическая формация, которая на качественном уровне от коммунизма будет отличаться. То есть, и если в прошлом после коммунизма наступило рабовладение, означает ли это, что после будущего коммунизма тоже наступит какая-нибудь новая форма супер-рабовладения? У диалектических философий есть свойства, они вот постулируют все-таки конец истории, получается, конец движения, конец этой спирали даже, получается, у них есть. И у Гегеля он есть, он как финал философии, например. И с другой стороны, сам Карл Маркс, видимо, тоже видел конец непосредственно истории уже в становлении коммунизма. То есть, у них почему-то есть этот конец, то есть, движение когда-то остановится. Ну, когда мы все умрем, на кладбище оно остановится. Лежит пионер без признаков жизни, ему хорошо, он уже в коммунизме. На кладбище нет ни богатых, ни бедных, ни эксплуатации человека человеком. Не противоречия между городом и деревней. Ну, я с вами не согласен, на кладбище там есть эксплуатация человек человеком, потому что людям приходится выкапывать могилы. Не-не, это живые, это живые. Окей, хорошо, живых эксплуатируют, да. Я имею в виду среди мертвых. Ну, слушай, получается, что мертвые эксплуатируют живых, потому что мертвый, он лежит в гробу, а живые его несут. Да, так и есть. А еще плюс ко всему, ну, можно эксплуатировать труп. Нам вот пишут в чате, что в некоторых южных республиках Российской Федерации рабовладение сохранилось. Ну да, но прибыль, получаемая от рабовладения, она не носит там какого-то определяющего характера для экономики. То есть рабовладение, оно сохранилось как, ну, вот, опять-таки элемент какой-то архаики, потому что это более архаичные формы рабства по отношению с современным наемным трудом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова